Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие законы вступают в силу в России с 1 марта этого года? Спокойствие. Только спокойствие. Как уберечь себя от интернет-буллинга и научиться сдерживать эмоции в социальных сетях? Продолжают борьбу за плей-офф. Баскетболистки Самары победили Ногинский «Спартак». За сутки в Самарской области зафиксировали еще 4126 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 330 241. Такие данные во вторник 1 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 5 389 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 284 639 пациентов. В регионе отменяется часть ограничений, которые вводились в период четвертой волны коронавируса. Такое решение приняли на областном оперштабе по борьбе с COVID-19. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. Специалисты зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди школьников. Каких еще сфер жизни коснутся послабления – расскажем в нашем сюжете. Наиболее тревожные показатели по заболеваемости сейчас среди детей до года и тех, кто старше 65 лет. Об этом рассказали на областном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Вместе с тем кардинально улучшилась ситуация среди школьников – заболеваемость снизилась в 2,5 раза. Это результат прежних решений штаба – дистанционного обучения и ввода ряда ограничительных мер. Министр здравоохранения региона Армен Бинян рассказал, что хотя число случаев заболеваемости ковидом остается высоким, течение болезни для большинства людей проходит в легкой и средней форме. В 33 медицинских учреждениях подготовлены 5835 коек, из них используется 4568. Более 3000 коек находятся в резерве. 67% пациентов у нас традиционно обеспечивается на дорогу и 33% в поликлиниках. Работают 276 мобильных медицинских бригад. Все они обеспечены сегодня медицинским транспортом. В пределе имеется достаточный запас всех групп лекарственных средств. Стабилизация ситуации с заболеваемостью ковид-19 – результат самоотверженной работы врачей. С целью их дополнительной поддержки глава региона приняла решение примировать медиков в государственных учреждениях здравоохранения и водителей скорой помощи. Они получат выплаты к ближайшим праздникам. С учетом улучшения ситуации по заболеваемости среди школьников принято решение с 1 марта разрешить проведение физкультурных мероприятий, а также спортивных соревнований. Дети вновь смогут посещать учреждения дополнительного образования и культуры. У нас по детям мы вот эти ограничения по культурным мероприятиям, посещения музеев, театров и так далее, и дополнительное образование все снимаем сегодня. С 1 марта соревнования проводим, дети тренируются, в кружки ходят, культурные учреждения посещают. Речь шла и о перспективах отмены QR-кодов. Губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация в муниципалитетах разная и предложил предоставить им возможность самим решать, стоит ли отменять QR-коды. Кроме того, на оперштабе разрешили проведение масленицы, если мероприятия пройдут на открытом воздухе. Дальнейшему улучшению ситуации будет способствовать вакцинация, которая позволяет переносить болезнь легче. Сегодня в Самарской области вакцинированы первым компонентом 1 млн 692 тысячи человек. Это почти 54% от всего населения региона. Также тяжело болезнь проходит и у тех, кто поздно обратился за медицинской помощью. Для ее получения в регионе работает единый колл-центр. По телефону можно получить консультацию специалистов, вызвать врача на дом, оформить заявку на открытие и закрытие больничного листа без посещения лечебного учреждения. Виктория Шара и события. Предъявите код и маску. В Самаре продолжают проверять объекты потребительского рынка на соблюдение антиковидных мер. Накануне специалисты проинспектировали один из торговых центров промышленного района. Подробнее в следующем сюжете. В обувном отделе одного из торговых центров промышленного района к здоровью своих сотрудников и покупателей относятся ответственно. Здесь есть и маски, и антисептики, и регулярно проводится уборка помещения. Мы все равно обрабатываем товар антисептиками. Также и сиденья обрабатываем антисептиком, и все зоны антисептиком, даже рецепшн тоже антисептиком обрабатываем. В самом торговом центре санитарные меры также соблюдаются. Организован входной контроль, где проверяют наличие действующего QR-кода или справки, свидетельствующие об отсутствии заболевания и средств индивидуальной защиты. Если у посетителей нет маски, то ее на входе выдают охранники. Важность соблюдения этих мер администрация торгового центра старается донести до каждого арендатора. У нас каждый раз проводятся свои внутренние проверки, то есть у нас арендаторы стараются всегда соблюдать. Также предоставляют посетителям одноразовые маски, ну то есть все по предписаниям. Как соблюдают санитарные меры в торговых центрах и на других объектах потребительского рынка, ежедневно проверяют специалисты районных администраций. Они инспектируют и вход в помещение, и работу внутренних секций. Те, кто выявили нарушение, через дней 10 происходит повторный рейс с проверкой. Кстати, когда выявляются нарушения, не просто так фиксируются, но подходим, объясняем, что, как, чтобы больше этого не было. С начала года только в промышленном районе уже выявлено 110 нарушений. Если требования нарушил индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. Если общество с ограниченной ответственностью или администрация торгового центра, то от 100 до 300 тысяч. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как ведется уборка снега в Куйбышевском районе. В поле ее зрения попали внутриквартальные проезды и тротуары, подходы к школам и поликлиникам. Особенно по тем адресам, о которых ранее заявляли жители. Андрей Горгуленко продолжит тему. Объезд главы Самары в Куйбышевском районе начался с Белорусской 109. Здесь у жителей произошла авария на теплопроводе. Пока поставили временную латку, а уже летом проведут ремонт участка. Тут вот, там поставили. Самое главное сейчас и горячая вода, и отопление есть. Проинспектировала Елена Лапушкина и дворы, чьи жители обращали внимание на некачественную уборку снега и расчистку подъездов и тротуаров. Например, у дома номер 17 по улице Флотской плохо расчищена контейнерная площадка, из-за чего мусоровозам сложно забирать твердые коммунальные отходы. У кого заказался контейнер? В реестре у меня стоит эта контейнерка. Но, как говорится, подбор осуществляет в будущей компании. Также глава города проверила доступность подходов к социальным объектам. У 55-й школы и детского отделения 10-й поликлиники они находятся не в идеальном состоянии. Елена Лапушкина дала поручение устранить все замечания в ближайшее время. Налить и на проездах, и на тротуарах, и не везде были участки отработаны противоголоволедными материалами, не везде до асфальта, как того требуют правила благоустройства, территория расчищена. В кратчайшие сроки мы сегодня буквально уже все эти проблемные адреса, которые мы сегодня видели, отработаем по управляющим компаниям МБУ Куйбышевского района, уже соответствующие поручения даны. Сегодня в Куйбышевском районе к расчистке снега привлечены 12 единиц техники и 163 дворника, включая подведомственные муниципальные учреждения и управляющие организации. Специалисты работают на своих закрепленных адресах, а также выполняют уборку на тех участках, о которых жители сообщают в социальных сетях. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Также во время проверки территорий Куйбышевского района глава Самары посетила строительную площадку бассейна на Калининградской и пообщалась с подрядчиками. Сейчас рабочие монтируют перекрытия первого и второго этажей. После того, как будут выполнены работы на третьем этаже, строители перейдут к устройству чаши самого бассейна. Для этого уже провели необходимую подготовку. У нас стоянка уже там. Одну сделают стоянку под краном. Другая стоянка будет здесь. Будут заниматься также в округе. Закончить уборку городских крыш в кратчайшие сроки. Такое поручение коммунальным службам дал первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. По данным профильного ведомства, в Самаре насчитывается 6892 скатные кровли и практически 95% из них подготовлены к весне. Только за вчерашний день подрядные организации очистили 174 крыши. Сегодня планируют убрать еще 157. На участках задействуют 58 бригад. Самарцев просят убрать личный транспорт и по возможности не оставлять его под крышами домов. В Самаре состоялось прощание с полковником, летчиком-штурмовиком Русланом Рудневым. Он героически погиб, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции по защите мира на Донбассе. Вчера ему исполнился бы 41 год. Руслан Руднев, уроженец Сызрани, служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Указом главы государства награжден Орденом Мужества. Сослуживцы и друзья Руслана Руднева называют его человеком долга и чести, потомственным офицером, патриотом своей родины. Свои соболезнования семье, близким, друзьям и сослуживцам Руслана Руднева выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, принявший участие в церемонии прощания с земляком. Имя Руслана Руднева увековечит в Самарской школе, которую он окончил в 1998 году, готовит Музей героя. Редакция «Самара ГИС» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Найти пути решения жилищного вопроса для семей, проживающих в аварийном доме. С такой просьбой обратились жители города к уполномоченной по правам человека в Самарской области Ольге Гольцовой. Совместно с представителем Департамента управления имуществом и прокурором Самары были рассмотрены обращения граждан и оказаны правовые консультации. Подробнее в сюжете Максима Магомедова. В формате телеконференции. Такой прием провели для жителей Самары уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова и прокурор города Артем Ярыгин. Горожане обратились за помощью с вопросом о предоставлении жилья. 23 года назад дом Нины Винокуровой, в котором она прописана с двумя несовершеннолетними детьми, сгорел. Людей переселили в коммунальную квартиру в маневренном фонде по адресу Фрунзе 56. Но с течением времени дом признали аварийным. Тогда семье предложили жилье в поселке Озерный, но заявительница от переезда отказывается. От поселка Озерного до Самарского района ровно 15 минут езды. Ровно. Там ходят автобусы, которые возят детей в школу, в детский сад возят. И там живут люди в благоустроенных квартирах. С поиском работы семье пообещали помочь. Нина Константиновна, давайте так сделаем. Если я ваше заявление принял к рассмотрению, мы обязательно выйдем на ваш адрес совместно с представителем департамента управления имуществом. Осмотрим еще раз ваше влие. Нас интересуют ваши дети. Они у вас несовершеннолетние. И мы, вроде, подвергать их не можем. Устроит вас, Нина Константиновна? Да, конечно. Тогда до связи. В доме на Фрунзе 56 вместе с семьей проживает и Ольга Шалева. Сюда самарцы переехали после пожара, который в 2014 году оставил их без крыши над головой. Я вот хотела бы уточнить. Может, есть какая-то возможность переселить. Вот я знаю то, что дает квартира в Озерном. Вот в Озерном мы бы согласились. Как бы на автобусе тут ровно 20 минут до школы он бы смог добираться. По вашему адресу мы выйдем комиссионно, проведем, скажем так, его осмотр, осмотр условий проживания вас и ваших детей. И я думаю, вопрос вашего переселения, маневренный фон, по крайней мере, будет решен положительно. За прошлый год к уполномоченному по правам человека в Самарской области поступило почти 5000 обращений. Более 4500 человек смогли получить правовую консультацию по своим вопросам. Мы уже получили ответ по многим заявителям, что в самое ближайшее время люди будут обеспечены или жильем на условиях договора социального найма, или будут предоставлен им переселенческий фонд по их требованиям. Прокурор города заявил, что каждое обращение будет взято на личный контроль, и по каждому нарушению закона будут приняты необходимые меры. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События. Далее о других событиях этого дня. В Самарской области задержали хакера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по регионам. Ранее житель губернии был объявлен в федеральный розыск за совершение преступлений в сфере компьютерной информации. Указанное лицо осуществляло неправомерный доступ к персональным данным абонентов путем перевыпуска сим-карт нового типа для последующего перехвата управления аккаунтами в финансовых учреждениях и вывода денежных средств с банковских счетов, рассказали в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В Самаре отменили запланированную на среду 2 марта проверку сирены уличных громкоговорителей. Об этом сообщили в городской администрации. Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о переносе плановой комплексной проверки автоматизированной системы централизованного оповещения, пояснили в мэрии. В регионе идет подготовка к старту дорожно-строительного сезона. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют уложить 250 тысяч тонн асфальтобетона. Производство асфальтобетонной смеси начнется сразу после наступления благоприятных погодных условий. Официально сезон работ стартует с 1 апреля, однако подрядчики уже сейчас готовят необходимую технику. Привести в нормативное состояние решено более 200 километров автомобильных дорог общего пользования. Среди них почти 190 километров на трассах регионального значения и свыше 20 километров на улично-дорожной сети местного значения. Пенсионеров ждет прибавка, но не всех. Автовладельцам придется платить штрафы за езду без диагностических карт. Фермеры смогут строить дома на землях сельхозназначения, а состоятельные люди создавать личные фонды. Владельцам оружия придется проходить медосмотры, а Минприроды запрещает выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. С 1 марта вступают в силу ряд нововведений. Как новые законы изменят жизнь россиян, расскажем в следующем сюжете. Россияне, которым исполнилось 80 лет, начнут получать повышенные пенсии. Размер доплаты с 1 марта составит 6 564 рубля, но индексацию проведут через месяц после дня рождения. Новые пенсии ожидают военнослужащих и правоохранителей. В среднем по стране выплаты составят 33 тысячи рублей. Прибавку получат не только за март, но и за два предыдущих месяца. Кроме того, с марта пропущенные надбавки смогут получить пенсионеры, которые работали и уволились в ноябре или декабре прошлого года. Некоторых автовладельцев с марта ждут новые штрафы. За отсутствие диагностической карты придется заплатить 2 тысячи рублей. При этом нарушитель может быть оштрафован только один раз в сутки. При регулярных нарушениях, которые фиксируют камеры, сумма набежит приличная. Машина может нарушать правила и в месяц, если штраф составляет 2 тысячи рублей, самокупный штраф может составить 60 тысяч рублей, если машина эксплуатируется каждый день. При этом надо, конечно, вспомнить, оговориться, кому это относится. Это автомобили сроком 4 года и старше. Это служебные автомобили, это личные автомобили, которые используются в служебных целях. Это коммерческий транспорт и такси, грузовой транспорт и подобного рода автомобили. С начала марта водители и тех, кто получает права, начнут проверять на регулярное употребление алкоголя и наркотиков. Это касается только тех граждан, у кого выявлены признаки соответствующего заболевания или кому потребовалась медсправка в связи с лишением прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Ужесточается контроль за оборотом оружия. Раньше нужно было с определенной периодичностью после получения оружия подтверждать знания на пользование оружием и все. Про медицину вопросов как бы не поднимались. А теперь правила новые. Нужно каждые 5 лет подтверждать медицинские свои показания, что ты нормальный, что у тебя нет отклонений, что ты не наркоман, не псих и прочее. С марта в России появился новый вид некоммерческой организации – личный фонд. Давно существовала потребность в России создать такой вид юридического лица, когда лицо могло бы вложить в него средства и использовать на определенные нужды. Например, на образование детей, на развитие бизнеса, на эффективное управление теми активами, которые вносятся в этот фонд. В 2018 году в России уже был создан наследственный фонд по аналогии с зарубежными, когда деньги после смерти человека передаются в искусственно созданную юридическую конструкцию, которая управляет имуществом. Пример – это Нобелевский фонд. Суть проста. Это деньги ученого, который не хотел, чтобы по наследству кому-то достались, и в то же время не хотел, чтобы они исчезли. И он создал фонд, вот этот искусственный, который до сих пор существует после его смерти. И фонд, по, опять же, указанию ученого, вручает премии в области разных сфер наук. И вот логика с личным фондом такая же абсолютно, только при жизни создается эта штука. И правда только для тех, кто располагает 100 миллионами и больше. С начала весны в стране легализуют таунхаусы, а фермерам разрешили строить дома на землях сельхозугодий, но с определенными условиями. Жилой дом должен быть не более трех этажей и не более 500 квадратных метров площади. Очень распространена история, когда у нас формально земля сельхозназначения, но она может находиться рядом с каким-то населенным пунктом, но формально туда не входить. И фермеру может быть удобно как раз построить жилой дом, вот именно жилой дом в статусе жилого дома со всеми последствиями, именно на землях сельхозназначения. Минприрода с этого месяца запрещает выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их необходимо сдавать на утилизацию. За нарушение гражданам грозит от одной до трех тысяч рублей и до четырех тысяч рублей, если пострадали люди или окружающая среда. Вводятся штрафы за незаконный сбор благотворительных пожертвований с помощью ящиков. Это мера борьбы с мошенниками. Если пожертвования собирают организации или люди, не имеющие на это право, штрафы составят 20-50 тысяч рублей для юридических лиц и от трех тысяч до пятикратной стоимости похищенного имущества для физических лиц. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Виртуальные противоречия набирают обороты. Пользователи сети все чаще нарушают личные границы друг друга. Как известно, слово «не воробей» в некоторых случаях за интернет-буллинг грозит ответственность. Как успокоиться, не совершаясь глобальных ошибок на виртуальных платформах, расскажет Мария Левина. Сотни агрессивных сообщений и комментариев в сети, за которыми скрываются обычные люди. Такое поведение утверждают психологи следствия страха и отсутствия банальной поддержки и заботы со стороны близких. Неконструктивная форма, то есть человек, который не научен правильно выражать свои мысли, он выплескивает состояние. Если мое состояние – это агрессия, то я выплескиваю максимально раннейшие слова, действия и так далее. То есть принцип какой? Если агрессия, значит я боюсь. Если я эмоцию чувствую, любую, то я должен в этот момент серьезно задуматься, она сейчас внутренняя или внешняя. Если внешняя – это манипуляция, я повторюсь. А значит я могу в этот момент включить здравый смысл, задаться вопросом, а чего я хочу в этой ситуации. После фильтрации мыслей можно действовать дальше. И направлять энергию в мирное русло. Самарцы разделились на два лагеря. Некоторые всеми способами стараются держать себя в позитивном эмоциональном тонусе. Поднять настроение, наверное, всегда помогают хорошие фильмы, любимые фильмы, которые по многу раз присматриваешь, всегда приятно в атмосферу погрузиться. Ну и еще мое хобби – я очень люблю коллекционировать. Коллекционирую куколы, коллекционирую наклейки. Это классическое чтение книг и просмотр фильмов, лучше комедии. Конечно, это всегда свежий воздух и что-нибудь приготовить. Сейчас вот масленица, вот, например, сейчас будут блины. А есть люди, которым для сохранения собственного спокойствия ничего делать не нужно, потому как главный его секрет – не напрягаться. У меня нет стресса. Я живу в такой плоскости пенсионной. Всегда одинаковая, стабильная. Прежде чем решиться на интернет-буллинг, нужно хорошо подумать и, желательно, изучить закон. В силу здесь вступают административное и уголовное право. Если первое, как следует, ударит по репутации, то второе понесет за собой реальное наказание, вплоть до лишения свободы. К примеру, высказывания с призывами к терроризму или нарушению территориальной целостности грозят комментатору 20-ю годами заключения. Все, что в интернете, оно же публичное. То есть это не в личной переписке. Если в каком-нибудь сообществе, например, это уже публичное считается. В принципе, есть основания предполагать, что да, может быть, суд не выберет определенную меру, но в любом случае дело может быть возбуждено. Вычислили IP-адрес, например, определили, с какого устройства, кому принадлежит это устройство. Нашли лицо непосредственно, привлекли к ответственности. В принципе, надо быть более рассудительным и отдавать отчет своим действиям и своим словам, то есть к чему это может привести. Тем более сейчас такое непростое время. Как говорил в свое время классик Эрих Мария Ремарк, в темные времена хорошо видно светлых людей. Поэтому сейчас как никогда важно сохранять внутри свет и делиться им с окружающими. Внимание, забота, объятия близких людей помогут. И тогда любовь спасет мир, уверены психологи. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Баскетболистки Самары продолжают борьбу за попадание в плей-офф российской премьер-лиги. Накануне команда обыграла «Спартак» из Ногинска. Подробнее об этой встрече, а также о других новостях в нашей спортивной рубрике. Баскетболистки Самары сыграли очередной матч российской премьер-лиги. Дома они принимали аутсайдера чемпионата «Спартак» из Ногинска. Хозяйки паркета уже в первой четверти выдали ударный рывок, который позволил установить двузначную разницу в счете. И ближе, чем на 9 очков, Самара соперниц не подпускала. Лидируя весь матч с комфортным перевесом, самарчанки уверенно довели дело до победы – 62-43. В турнирной таблице Самара на девятом месте. Следующие матчи команда проведет на выезде. На 3 марта запланирован матч в Новосибирске, на 6 в Красноярске. Второй год подряд в онлайн-режиме прошел чемпионат мира по гребле «Индор». Самарский гребец Александр Визовкин завоевал серебряную медаль на дистанции 2000 метров с результатом 5 минут 42 секунды, уступив лишь бельгийцу Уорду Лемелейну. Бронза у Джоэля Наукаринена из Финляндии. Напомним, Александр стал чемпионом мира по гребле «Индор» в 2020 году, а также является чемпионом России в этой дисциплине. Футболисты и тренерский штаб Крыльев-Советов провели первую тренировку в Самаре в этом году. Занятие проходило на третьем поле стадиона «Металлург». Самарская команда в полном составе готовится к матчу 20-го тура чемпионата России против Тульского Арсенала. Тренировка длилась более полутора часов. Футболисты отрабатывали игровые ситуации, стандартные положения и завершение атак. Встреча против туляков пройдет 6 марта и начнется в 15 часов. Информацию о билетах и посещении игры можно найти на сайте клуба. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова